Здравствуйте, дорогие наши зрители. Сегодня мы опять в нашей импровизированной студии. Рядом со мной сидит уже, наверное, многими узнаваемая Наташа Ким. Наташа снова у нас с семьёй, с Идомиром, и с Тимуром, и с мужем. Вот. Здравствуй, Наташенька. Рада тебя видеть здесь у нас. И давай мы вернёмся примерно год тому назад, когда родилось первый раз решение приехать сюда. Да, но мы не будем, как обычно, мы собираем всю подноготную историю детей, всю историю проблемы, это мы опустим. А вот мне интересно другое. Это же известно. Да, не важно. Мне интересно, вот, когда родилось решение, и почему оно родилось первый раз решение приехать сюда, в Израиль, в наш центр. Что же всё-таки вас подвигло на вот такой шаг? Ну, потому что, когда мы первый раз позвонили Давиду, мы увидели реальный результат, ну, как бы, на себе, в первую очередь, как мама. Я имею в виду дистанционную. Дистанционную, да. Дистанционную, да. И мы, как бы, видели предыдущее видео Валентины, Ахан, ну, как бы, людей, которые уже получали это лечение. И я, как мама, вот, сразу же на себе почувствовала, вот, ну, совсем другое состояние, чем у меня было всегда до этого звонка. И, ну, вот, как бы, по этому результату мы решили сможем узнать, а можно ли здесь приехать и получить очное лечение, максимально получить помощь от людей. Вот. И мы, как бы, так, ну, недолго думали, мы сразу, в принципе, решили приехать сюда. Просто там немножко был момент документации, это нас оттянуло до, ну, буквально там, мы в ноябре первый раз познакомились, позвонили, до февраля, по-моему, так. Наташа, сейчас мы чуть-чуть, вот, потом вернемся к этому. Мне интересен вот такой вопрос. Скажи, вот, вы начали, вот, познакомились с Давидом, начали работать, как бы, дистанционно. Скажи, а вот, ну, ты же, наверное, не первый твой опыт попытки помощи Даниилу, да? То есть были какие-то варианты и до встречи с Давидом. Скажи мне, пожалуйста, у тебя не смутил такой момент? Ведь сегодня в наше время, как бы, вот, основной вопрос, который возникает в ситуации, когда проходит лечение, это вопрос финансовый. И вот, не смутило тебя то, что, когда вы начали заниматься дистанционно, возник вопрос, что это совершенно бесплатно? Ну, конечно, это необычно в нашем мире, что это бесплатно. Да, у меня, я, как помню, подозвонила Давиду первый раз и сказала такие слова. Скажите, сколько это стоит? Ну, я, ну, не понимала, что это как-то, я не поняла, что такое бесплатно. Ну, спросила, а сколько это будет стоить? Давид сказал, что дистанционно это бесплатно. Я не знаю, можно такое сказать, наверное. Можно, все можно сказать. Давид сказал то, что получают люди у нас, это, ну, как бы, денег не хватит на то. То есть это бесценно. Ну, в том плане, что что-то такое вот, что, ну, как-то такая фраза была. И я еще так думаю, интересно, что и как, ну, как-то мимо немножечко. Вот. А когда мы почувствовали, что это, ну, я вот как-то сразу почувствовала, что это поверит, поможет, и мне поможет. Вот, Наташа, я уточню. Почувствовала, что помогать или поверила, что поможет? Почувствовала, прежде всего, конечно. Конечно. Вот. То есть здесь речь идет о том, что никто никого ничего не внушает. То есть ты это понимаешь сама внутренне. Тебе никто ничего не навязывает. Вот это очень важно. Почему я так говорю? Ну, в свете там, может быть, последних событий, в свете появления каких-то параллельных вот таких структур, которые ведут себя совершенно по-другому. И вот я заостряю специально внимание на таких вещах, которые подчеркивают, что это не способ зарабатывания и не способ обмана. То есть вот то, что это, прежде всего, не требует какой-то веры в целительство, а это те ощущения, которые ты почувствовал. А вот здесь поподробнее, что ты почувствовал? Ну, сначала для себя, да, потом для ребенка. Что изменилось? Ну, я стала, во-первых, спокойнее. Вот сразу спокойствие. И такое какое-то, знаете, ну, захотелось вот жить, что ли, как-то к людям, замечать что-то хорошее в жизни. Отношения в семье другие, более понимающие, принимающие. То есть не только ты изменилась, но и папа тоже. Папа, да, папа, конечно. Ну, папа у нас более спокойный всегда, был более терпеливый. Он увидел во мне изменения, и я задала ему вопрос, как бы, скажи, а мы можем поехать туда очно, ну, то есть платно? Он сказал, ну, вполне возможно. И я так сразу обрадовалась, и мне эта тема, ну, как бы уже потом не покидала, и у меня она крутилась постоянно в голове, что нужно максимально все сделать, чтобы сюда приехать и помочь ребенку. Ну, вот вы приехали. И вспомните ощущения, которые возникли у вас первый раз, конечно, где-то и волнение, где-то и сомнения, где-то и какие-то надежды. И как это все проявилось, как это все оправдалось, что ты почувствовала, сколько вы были? Ну, вот чуть-чуть по первому приезду подробнее. Ну, первый приезд мы приехали на две недели, так получилось. Ну, мы сюда приехали к Давиду, и сразу у меня какой-то вот, как будто я здесь была, такое вот, ну, легкое состояние душевное. Нет вот этого напряжения, тревожности. Потому что я, правду скажу, мне свойственно в новых местах быть немного тревожной, ну, как бы такое вот непонятно, что будет. А здесь вот как-то так по-другому все. И мы, когда с аэропорта нас встречал Андрей, как бы я... Да, как будто бы я здесь была, и мне почему-то не страшно, и ребенок меня, как говорится, не тревожит. Ну, вот как-то вот доверие к ребенку, что он все будет хорошо. И он тоже, вот, спасибо Давиду, такой вот приходит в голову мысли, ну, не мысли, а вот... Ну, если, да, о том, что, ну, как бы доверие к ребенку, и вот такое вот... Ну, это не объяснить словами, это только чувствуется. Вот, Наташа, такой вопрос возник. Вот скажи, ощущение того, что здесь вот это успокойствие, то, что здесь уже было, то, что вот здесь возникает, это ощущение, оно внутреннее, то есть оно именно твое, или, ну, тебе там сказали, что успокойствие будет, хорошо? Никто такого не говорил, и я просто это почувствовала. Я очень хорошо чувствовала свои вот эти моменты, и я приехала, и мне так удивительно для себя. Вообще совершенно другое состояние у меня вот внутреннее. И думаю, интересно, как происходит, как можно жить по-красному другому. Даже не поверила, что такое может быть. Ну, и вот вы лечились, вы приходили, уже как бы известно методы, которые мы применяем, то есть чисто вот кто чем занимается. Ну, и какие результаты вы замечали в период лечения, то есть вот эти две недели, что-то произошло? Ну, конечно. Ну, первое изменение, даже я в отчете говорю, в видеоотчете, то, что у нас ребенок перестал плакать, ну, вот, истерики, и он сразу стал спать здесь хорошо, где-то на день второй, наверное, он стал спать хорошо. И в общественных местах он идет, и я так думаю, не пойму, почему раньше такого не было. Он идет и смотрит, и рассматривает, и не от этого, как будто так всегда и было. Так, естественно, думаю, интересно. Вот такой первый момент был, и что еще там было у нас. Вот, эй, пока подумай, я прерву. Хочу обратить внимание наших зрителей на такой момент, что, в принципе, ну, наверное, отличает наш центр и результаты, которые мы даем. Обратите внимание на фразу, в ощущении, что это было, то есть нет такого, что вдруг раз, и что-то изменилось. Это, как бы, ощущение, что это, ну, да, так и должно быть. Естественное состояние. Да, естественно, что так и должно быть. Может быть, по-другому. Идет запись на вот этот микрофон. Причем это, как бы, пришло, вот, если я не так говорю, поправь, то есть это пришло, как бы, это само изнутри, изнутри тебя идет. Вот, вот это вот очень важный момент, потому что обычно, ну, не понимают, как это происходит, но иногда мы сами всегда понимаем, как это происходит, вот, и ситуация, как будто вот так и должно быть, да. Ну, вот и дальше, вот меняется домер, меняетесь вы с мужем, что происходит, вот, две недели прошло. Ну, что, все к лучшему идет, ну, вот, в каком-то плане ребенка, что у нас еще как-то изменилось такого? Ну, поведение это однозначно, истерики, потому что он был агрессивный, это вот сразу практически изменилось. Что еще у нас там было такого хорошего? Ну, много чего. Кромче, говорите сюда. Я, честно говоря, уже не совсем помню, потому что это год был. К хорошему быстро привыкаешь, честно сказать. Особенно, когда думаешь, что так и было и всегда, вроде ничего удивительного нет. И по себе точно так же, кажется, да я всегда такой была, да нет. Когда вспоминаешь некоторые моменты, не всегда ты такой была, это вот. Ну, вот, вы уехали, вы дома, прекрасно, ну, понимаешь, да, что то, что произошло здесь, это только начало, это толчок. Занимались ли вы дома, чем, что было потом, вот, в период между вашим, ну, вашим пребыванием. Ну, во-первых, когда приехали, мы его определили в другой центр развития, и там проходишь тесты вначале, как бы занимается педагог главный. И она сказала, вы знаете, я вообще сомневаюсь, что у вас есть аутизм, это однозначно не аутизм. И вот она так склоняет, скажите, пожалуйста, вы, когда он был маленький, часто ему телевизор включали? То есть для нее показалась причина отставания в развитии, что какой-то там гаджеты. Я говорю, ну как, ну не так, чтобы, ну я-то молчу, понимаю, что у нас он был. И говорит, нет, 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 это вполне нормальный ребенок, его просто нужно дотянуть. И вот сейчас, по сей день, они занимаются с ним по программе практически его возраста. То есть они понимают его способности, они его хвалят очень, что он старательный и, как бы, и учат, готовят к школе. То есть процесс развития идет, ну, скажем, соответственно, его возрасту. Вот что очень важно, что всегда, я думаю, что очень скоро он начнет свое возрасте переезжать, потому что там прозвучало, вот, кто внимательно нас слушает, обратил внимание на фразу Наташи, очень интересную, что они оценили и понимают, на что способен ребенок. То есть они, как бы, вот те моменты, о которых вообще до приезда, даже говорить было невозможно, какие способности, орать бы перестал, да, наверное, уже об остальном и не думать. И вдруг по его речи идет о развитии каких-то способностей, о проявлении какого-то интереса к чему-то, о том, что этот интерес надо развивать. Да, правильно я говорю? Идет. И вот, Наташ, встал вопрос, когда встал вопрос о вашем повторном приезде, и самое главное, зачем? А зачем? Ну, мы понимали, что это процесс, как говорится, это процесс развития ребенка, это процесс. То есть... Достаточно длительный. Да. То есть это не вот так, щелчок, и ребенок приехал нормально, типичным, да, то есть нет. И я понимала, что все равно что-то нужно додать ребенку. То есть то, что... Ну, первые две недели мы были, я понимаю, что это маловато. Вот. И мне такое вот... Ну, то есть мне недостаточно было. Мне хотелось еще больше ему дать помощь. И для себя дать. И для себя. И для себя. Второй раз обычно приезжают, наверное, для того, чтобы... Даже когда я попросила, вот буквально недавно Давида, о своих каких-то более высоких уже, скажем так, просьбах о том, что мне мешает, как говорится, Развиваться самим, говоря прямо, уже в деятельности. В деятельности очень хочется. Потому что, как вот прозвучала, да, Академия счастливых родителей, Давид вот придумал новшество такое, что, ну, счастливые родители, счастливые здоровые дети. Академия счастливой семьи, Давид Азон, и мы сейчас будем это развиваться. Да, да. Вот. И мне, я по себе очень знаю, что ввиду своих каких-то личных особенностей, вот мне бы хотелось, я очень стремлюсь, чтобы быть реализованным человеком, для того, чтобы ребенок мой был, жил счастливой мамой. Вот интересно. Вот так. Мы опять вернемся, я все время это повторяю. Вот, вот, обратите внимание, как меняются, вот у вас на глазах, даже вот сегодня в разговоре, произошла эволюция, да, вначале. Дай Бог, чтобы вообще вот ребенок был хоть каким-то вообще адекватным, да, потом. С ним куда-то хоть можно было пойти. Да, но вот потом, чтобы вот он потихонечку развивался. А потом теперь этого уже мало, причем самое интересное, что то, что было, уже не помнится. Уже как-то вот даже вспоминать, наверное, не хочется. А вот уже о том, чтобы добиться чего-то, ставятся какие-то цели, ставятся какие-то задачи, почему достаточно высокие, и к ним стремятся уже есть. Ну, не будем, наверное, там досконально копаться и выяснять, что же все-таки Наташа в своей жизни хочет. Ну, наверное, давайте поверим, что есть определенные высокие цели, и не только для ребенка, но и для себя. А вот вспомни, пожалуйста, до твоего первого приезда, вспомни, когда ты вообще о себе думала последний раз. Знаете, я вообще была человеком, давно не думала. Вообще таким человеком была до Давида, и честно скажу, который себя не чувствует, не замечает и не любит. Вот, самое главное. Так вот, в обществе здоровых людей, в семье здоровых людей, основная задача – это любить каждого члена семьи, тогда это полноценное счастье. Причем не только детей, не только мужа, но и прежде всего себя. Ставить для себя какие-то задачи, и тогда все остальные потянутся, потому что мама все-таки это двигатель такой, да, толкатель своего рода, толкатель к счастью, локомотив счастья. Вот Давид, новый термин, да, мама-локомотив счастья, вот, который двигает. Поэтому, если мама довольна, счастлива, самодостаточна, она и тянет за собой к этому процессу всю семью. Дина Рашенька, я думаю, что мы еще, вот, в период его пребывания здесь, еще встретимся, поговорим о том, что же дает вам новое пребывание, какие новые цели и задачи у вас появляются. Немножечко поинтригуем наших слушателей, чтобы они ждали, что появится, да, что им было бы интересно. Вот, а сегодня спасибо за нашу встречу. Если у тебя есть что-то сказать вот мамам, которые слушают, которые не определились, которые, может быть, думают, а стоит ли, а зачем, а вот не пропаганда ли это и так далее, то можешь сказать сейчас все. Абсолютно не пропаганда, дорогие родители, мамы, которые сомневаются, звонить или не звонить, обращаться или не обращаться, позвонить, дозвониться, убедиться и почувствовать. И тогда уже вы сами примете решение, вы увидите результат и, ну, не надо будет никого не спрашивать в переписках этих бесконечных, правда ли вы там были, что у вас сейчас, какой у вас результат. То есть не нужно быть писарем, просто позвоните и все, и вы убедитесь в этом сами. Я, например, так и сделала. Да, ну вот Наташа подтвердит, что о том, что вот у нас будет встреча, она узнала за три минуты до ее начала. Вот, это лишнее доказательство, что мы ничего не готовим, никому ничего не записываем, никому ничего не убеждаем сказать, никаких условий. Все это, вот, так сказать, полноценный прямой эфир. Честно, я тоже не готовился к тому, что мы, о чем мы будем говорить. Поэтому это вот, что есть на душе, то вы слышите. Вот, никто никого не затыкает и никто не делает какие-то купюры. Все вот на ваших глазах происходит. Поэтому нужно обращаться, нужно спрашивать. Я думаю, Наташа не расскажет в информации, в советах. Так что, пожалуйста, вот. А мы с вами прощаемся до нашей встречи. Еще раз спасибо, Наташенька. И исполнение всех желаний, всех целей, которые вы ставите. Всего вам доброго, до новых встреч. Всем спасибо. Спасибо.